Да, давайте сразу поговорить. Мы хотим о состоянии современной медицины в России и, в частности, об охране здоровья граждан, который, в общем-то, завтра, насколько мы знаем, должен быть принят сразу во втором и третьем чтении. Может, мы что-то не знаем. Это из-за которого как раз были достаточно серьезные дебаты и, в общем, круглый стол проходил. И мы помним, что говорили вы, и то, что вам говорили, и мы очень активно это обсуждали. В общем, есть ли какая-то позитивная динамика? — Вообще, у нас только негатива, что приятно, когда что-то позитивное есть, да? Но иногда для одного позитивное, а для другого это негатив. Так жизнь у нас устроена. Но сначала я хотел объяснить наше отношение к Народному фронту. — Давайте. — Ведь Национальная медицинская палата, которую я представляю, она вступила в Народный фронт. — Сегодня Национальная медицинская палата — это одна из крупнейших за профсоюзами медицинских объединений в России. Она больше 60 организаций, которые имеют представительство во всех регионах России. Туда входят и вообще российские медицинские профильные организации, например, кардиологов, урологов, например, окулистов. Территориальные — это Санкт-Петербург, это Калининград, это Новосибирск, там Казань, Татарстан, Башкортостан. Это врачи частной практики и ведомственной медицины. То есть мы фактически их организации. И когда встал вопрос в отношении фронта, я не мог решать сам вопрос за всех. — Вступать, не вступать. — Вступать, не вступать. И мы поставили такое письмо по почте электронной всем организациям нашим. Как вы читаете, надо вступать или нет, да или нет? — Голосование. — Без выражения. — Да, голосование. Только так можно решить вопрос. Большинство сказало, да, надо вступать. Но группа, довольно людей, которых я уважаю, небольшая, но она была, один сказал только нет. Да, она стала как-то вот сомневаться. Честно, я сам тоже сомневался в какой-то степени, да. Но потом мы выработали такую форму, что если Народный фронт принимает нашу позицию, нашу программу Национальной медицинской палаты, которая направлена на ведение саморегулирования профессиональной деятельности здесь, когда не Министерство здравоохранения, а профессиональные организации занимаются всеми профессиональными делами. Аттестации, сертификации. И вот в тех странах, где это есть, 80% населения довольно врачами. А у нас только 20% довольно врачами. — 20%? — 20-30% довольно врачами. И вот благодаря вот этому. И если принимает, тогда да, если не принимает, нет. И мы написали официальное письмо, да, потом встречались с руководством, и с Володиной встречались, и встречались с Фёдоровым, директором института, да, которые рассмотрели и сказали, да, это интересно, это интересно. Для программы фронта. Для программы фронта. И мы, значит, решили вступить, а вот сейчас я могу сказать, что мы правильно сделали. — Работает. А дача есть? — Да, работа есть. — И это стало известно после круглого стола как раз. — Да, это не только, до этого. — До этого, да? То есть вы туда попали благодаря... — До этого. Мы как раз, когда организовывались, есть закон об основах охраны здоровья. — Да. — Да, который был внесён в Государственную Думу совсем недавно. А до этого Минздрав работал над этим законом, Минздрав соцразвития, а потом передал в правительство. А потом передали в Думу. Когда мы прочитали этот закон, который был передан Думу, он был сырой, но он прошёл первое чтение, и сказали, что после первого чтения будет второе чтение, и мы там внесём все замечания. Но мы по наивности не могли понять, не знали, что второе чтение – это буквально через месяц. Да? — Завтра. То есть вам, с одной стороны, пошли навстречу вроде как, да? — Да нет, мы ещё ничего не пошли навстречу, это ещё до того, до всего, я говорю. До ещё встречи. Да, и Дума приняла в первом чтении. И потом была создана рабочая группа при Комитете по охране здоровья Думы, в которых меня сначала не включили, но я написал письмо Грызлова, он лично включил, и я изнутри знаю, что было на этой группе. Конечно, работа была приведена немалая, немалая. Очень много было поправок. Их приняли? 60, да, нет, поправок первичных к тексту, которые надо утверждать во время второго чтения. Была борьба мнений. И он как бы получился, его можно было принять и сейчас. Да? Его можно было принять и вчера. Но качество этого закона, если бы мы приняли, было бы не очень хорошим. Потому что в многих разделах, которые необходимы, там не было в этом законе. И мы, учитывая тот опыт, который мы имели в принятии законов Минздрава соцразвития до этого, вы знаете, о лекарственном обеспечении, по ОМС, введении разных форм новых организаций, бюджетной, автономной. Когда тоже с таким напором Минздрава соцразвития проталкивали эти законы. Вот по лекарственным обеспечениям приняли закон, а буквально моментально после этого три поправки, четыре вносили. Куда торопимся? Куда мы бежим? Почему мы не можем спокойно обсудить и выслушать мнение гражданского общества, вот которое было полностью, полностью игнорировано, говорю, да? То есть у нас есть какие-то медицинские ассоциации, плохие, хорошие, но они есть. Игнорировано до того, когда в Думе, в Думе они передали документы. А медицинские ассоциации пытались как-то хотя бы проявить себя? Ну, а кто их слушал? Конечно. То есть для этого нужно было объяснить? Они писали, есть организации медицинские, которые сказали, вообще надо закон это выбросить, оттуда надо писать снова. Вот. И случилось, что нас всех позвали фактически в Думу после заседания Координационного совета, на котором присутствовал Путин, которому я сказал, Владимир Владимирович, куда такая торопливость? Да? Почему мы всё время бежим? Что случится, если мы закон примем на три месяца позже? Ну, спокойно поработаем. И он сказал, никакой спешки в этом нет. Абсолютно. Абсолютно. А кому вы должны преподать? Давайте работать. И кроме того, сказал, надо, конечно, вот различные медицинские ассоциации привлечь в Думе закон. И случилось беспрецедентно. Ни при одном законе такого не было, когда в комиссии, была в комиссии рабочие, были приглашены представители медицинского сообщества различных ассоциаций. Мы там обсуждали вопросы. Но всё равно, понимаете, это всё обсуждали, и, конечно, сегодня закон лучше, чем он был при поступлении, вне сомнения. Да. Но какие-то главные вопросы, которые волнуют нас, да, они там не были до конца освещены. Вот вы знаете, да? Вот скажите, пожалуйста, что у нас платное, а что бесплатное в здравоохранении, вы знаете? Честно говоря, теряемся. Мы не знаем. Нет, да какие-то законы есть. Нет, да какие-то законы есть. Теоретически у нас практически всё должно быть бесплатно. Нет, вы нормальные люди, вы живёте, прикинь. Вы знаете, за что вы должны платить, а за что вы не должны платить? Вы знаете об этом? У нас за высокотехнологичную помощь, если квоты нет, надо платить за скорую помощь, за обычные УЗИ, если ты ведёшь беременность. За это не надо платить. Но это опыт, чисто говоря, чисто законодательный. А вы знаете, за что надо платить? А у нас же ещё есть такая штука, как полис медицинского страхования. Ну что включено? Ну я до сих пор, для меня большая загадка вообще, что он из себя представляет, да, потому что... Но у вас нет этого полиса? Нет, оно у меня есть, нет, я имею в виду, чисто физически я знаю. Да, но... А вы знаете, что с этим полисом, идейно, вы можете прийти сегодня в любое медицинское учреждение, да, как написано? Да, да, как написано. В любой, в любой точке России, как написано. И вам должны находить бесплатную помощь. Вот я себе представляю, в Москве человек приходит, например, с полисом из какого-нибудь другого города, из Екатеринбурга, например, в поликлинику. Я могу себе представить, куда его отправят обратно в Екатеринбург с этим полисом, если только он не умирает. Нет, его отправят в департамент здравоохранения. Ага, затолоняющий. Да, да, но есть разные вещи. Вот есть неотложная помощь, скорая помощь. Обязано всем оказывать. Это вне зависимости от того. Имеешь ты паспорт, не имеешь паспорт. Имеешь ты полис, не имеешь полис. Ты живешь в этом городе или в другом городе. Ты иностранец или нет? Другое дело, это не отреагировано. Вот мы иностранцы или из бывших стран, бывших республик России принимаем, а потом полечим их фактически за собственный счет, потому что никто не доплачивает. Так вот, это первый случай, когда Путин, участие в Народном фронте, позволило поставить эти вопросы. Это хорошо. Но у них будут ответы теперь в новом законе. Это будет прописано? Что это? Что платно, что бесплатно. Подождите как-то. У нас сейчас времени, я сейчас скажу за три минуты, и что тогда будем? Хорошо. Затем, вот Народный фронт организовал такие круглые столы, которые вы знаете. Вот недавно круглый стол был, да? Когда были поставлены вот эти камеры, фактически во многих городах России собирались-то медики, и шло обсуждение вот этого самого закона. Обсуждение. И на этот круглый стол впервые, за долгие годы, пригласили не только министерства, представители министерства. Чиновников, которые никогда в жизни наверняка не были врачами, да? Главное, нет, там были врачи как раз, но пригласили еще, по нашему предложению, всех несогласных, которые и к Народному фронту критически относились, и к министерству критически относились, и к этой программе критически относились, и к закону критически относились. Но они получили возможность вот так напрямую министерству сказать, что они думают по поводу этого закона. Это впервые. Они, может быть, не дружат друг с другом, кто выступали, разным взглядом, но здесь вот все было сконцентрировано. И вот эти 18 человек, которые выступали, они дали около 40 предложений новых. Причем любо-дорого было слушать, да? Это не по бумажке, они читали, почти наизусть. Вот есть Саверский, Лига защиты пациентов, его тоже пригласили. Отлично, парень хорошо говорит, там и прочее. Кстати, сейчас Министерство Министерства соцразвития, они создали такую общественную комиссию, да? И во главе общественной комиссии министр. Голиков. Это все равно, что во время, во главе общественной палаты, да, общественной палаты будет сидеть Медведев, да? Или еще кто-то. Ну почему такое недоверие? Так вот, там все каких-то пригласили людей таких согласных с министерством. А вот те, кто не согласны с министерством, те вот, извини, подвинься. Вот Саверского, который очень много сделал для того, чтобы поднять вот эту проблему, вообще, один из таких, да? И вот не пригласили. Вот комиссия. А он у нас выступал. А по какому принципу приглашали тогда? Кто говорит вещи более-менее лояльно, значит, хорошо, пусть будут? Да. Потрясающая логика. Так это, это вообще, это большой, большая ошибка Минздрав соцразвития, что они не умеют и не любят слушать другие мнения. Понимаете? Зыря. Я, наоборот, стараюсь, когда где-то нет, ребята, говорить и против, что так, чтобы мысль отдачивалась. Потому что почему-то это любые иные мнения, это есть как личное оскорбление. Как личное. Так вот, это всё сказали. Это тоже впервые было. Это тоже сделал Народный фронт. Значит, я подумал, слушай, я не зря, по-моему, в Народный фронт вступил. Хотя они все одобрели, но... Это тоже, то есть, можно и изнутри попытаться сделать что-то лучше, да? И в той же «Единой России» какие-то свежие могут быть идеи в «Единой России», которые нравятся. Мне вообще кажется, что надо таким... Чем больше будет там людей, которые болеют за дело, да, нормальных людей, тем будет лучше. Вот мы сегодня занимались, я к вам ещё опоздал, мы обсуждали программу Народного фронта по здравоохранению. Мы её сделаем, и там будет написано, да? А если бы мы туда не вступили, была бы программа сделанная, Минздрав соцразвитием, и всё. Правильно? Вот. Затем наступила очередь принятия этого закона. А вот что было с принятием закона, мы узнаем буквально минут через 10, даже немножко пораньше. Те, кто сейчас подключился, я хочу сказать, что мы обсуждаем, как проходил закон об основах охраны здоровья в Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, да? И он проходил в огромной полемике, да, но тон задавал Минздрав соцразвития. А правда ли, что вам там сказали, а почему мы должны слушать этого Рошалия? Правда там такое было сказано? Ну, не на этом, это на круглом столе сказали. Да, 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 но это же так и чего. Ну, когда был круглый стол, о котором мы, если и назад, да? Ну, это на секундочку, вернёмся. Мы так не очень искушённые в организации, а кто-то искушённый, он правильно сделал. В этом, на круглом столе, вот круглый стол, да? И они посадили вокруг круглого стола руководителей федеральных учреждений, непосредственно подчинённых Голиковой. Ну, то есть, взглядит лицо, сказать, что я не согласен своим непосредственным ученикам. Я всегда говорю, один бы министр какой-то нашёлся, руководитель департамента, что он сказал, я с вами не согласен. Он бы очень быстро не работал. И там было очень много подобострастия. Настолько подобострастия, что там один из руководителей медицинского учреждения, крупного, да, рядом с Голиковой, истерически кричал, кто такой Рошаль, кто такой Рошаль, почему его слушают? Надо было встать так над ним, и всё, и человек бы сразу задавить авторитетом. Я просто Рошаль, это Рошаль. Так вот, дискуссия была очень острая, поэтому, да, и, в общем-то, рабочая группа, она правила, знаете, вот стилистические какие-то такие вот не очень основные положения. А вот основные, которые волнуют медицинское сообщество, как-то вот всё... А какие основные, чтобы мы, собственно, понимали? Я всё скажу, я всё скажу, да. И в дискуссию вмешивался и президент, он был, нет, извините, Владимир Владимирович, в Новогорёв было совещание, вы знаете, где присутствовало Голикова, Борзова. Да, да, да. Да, и они, значит, все говорили, включая представителей комитета, что всё нормально, а закон можно принимать. А мы говорили, что закон нельзя принимать, надо ещё поработать. Была такая вот борьба. Наконец, вчера, да, комитет единогласно проголосовал за то, что закон, вот, вот, надо принимать. Закон во втором чтении надо принимать без дальше дальнейшей, дальнейшей работы. Они меня просили, я не депутат, но они пригласили на комитет, я благодарен им за это. Я сказал своё мнение, почему, за что закон принимать не нужно. Изложил почему, опять по каким пунктам, что надо, существенным пунктам. Вот. Ну, после того, как это, я понял, что закон, он будет принят, кроме того, Грызлов ещё провёл пресс-конференцию, где тоже высказался больше за принятие этого закона. Значит, мы написали, Национальная медицинская палата написала и, как бы, фронт одновременно. Владимиру Владимировичу вчера письмо, да, и он письмо прочитал. Главное, чтобы была реакция, потому что вот встречаться, рассуждать... Да, и вошли обсуждения этого вопроса, и сегодня Борис Вячеслав Грызлов уже выступил с тем, что закон этот во втором чтении может быть перенесён и не будет до осени, так как мы просили, до осени. Это, я вам скажу, большая победа. Это большая победа. И говорю как на духу. Если бы это не было от Народного фронта, у нас ничего не получилось бы. Зачем? Это силы противостоять, силы противостоять вот этой мощи, этой натиску... Бюрократии. ...натиску Минздравского соцразвития, никого не слушать, только настаивать только на своём, это удивительно, совершенно удивительно. И вот это дало возможность мне и сказать сейчас в отношении того, что нельзя вступили в Народный фронт. То есть завтра будет второе чтение? Не будет, не будет. Отложили до осени всё. Это главное, но... Да, конечно. Это то, о чём, в общем-то, надо сказать. Я думаю, что это да. Леонид Михайлович, а можно вот теперь всё-таки перейти к вопросу, какие пункты были такими вот основными, спорными? В чём... Платность, отвечаю. Платность и бесплатность. Я лично несколько раз... Вы вообще закон-то смотрели, нет? Пытались. Пытались. Ну, очень трудно бывает понять не специалистам просто, да? Потому что они таким бюрократическим языком... Там же есть, допустим, права пациента. Это про вас. Чего вы не читаете? Да. А потом, о-о-о, у нас прав нет. Ну, вы читаете. Хорошо. Кстати, права пациента есть, а обязанностей пациентов нет. А хотелось бы, чтобы они были. Ага. Ну, это ваша сторона, а мы всё-таки на другой. Или на другой стороне, допустим, по врачей. Обязанности есть, а прав нет. Вот как надо теперь пациентов с врачами перемешать. Хорошо, что-то получилось. Теперь платность и бесплатность. Я прочитал несколько раз, я так и не понял. Я не понял. Что платно, что бесплатно. Ну, проблема государственной гарантии. Ну, а всё же, вы скажите, чтобы каждый человек знал, да? Что вот это платно. Вот за это я должен платить. Ну, какие-то зубы там из керамики африканской. Импланты дорогие. Да, дорогие. Я должен платить, да? А зубы вроде бесплатно. Если я прихожу и требую что-то такое сверху, ну, чтобы у меня в номере было три туалета, восемь холодильников, плати. И время сестры. Плати. Пожалуйста. Да? Ещё какие-то вещи, чтобы было чётко записано. Если я прихожу в плановом порядке, но без полюса и без паспорта, там, без ничего, да? Как и что? Мне откажут медицинской помощи или это за деньги? Нет, да. Это я не знаю. Но народ должен чётко, каждый. Вот вы, я, вы должны знать, за что мы платим, за что не платим. А вот когда вот такая вот, да? Всё смешано, перемешано. А если смешивать и если запутывать, то этим очень легко манипулировать, потому что тогда никто не сможет понять. Вот мы против этого. За простые формулировки и запонятные. Это должно быть известно каждому. Это должно быть известно. Так, платный, бесплатный, что ещё? Ну, я ещё не кроме этого и сказал. Обязанности. 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 Обязанности, да. Теперь, вопросы очень важные о медицинских различных ассоциациях. И о саморегуляции профессиональной деятельности, о чём я вот в первой части говорил вам. Что сами врачи должны регулировать деятельность врачей. Теперь вопрос следующий. Ведь вы хотите прийти к врачу, который имеет знания и умения, правда? Да. Который квалифицированный человек. Конечно. Клюшевый. А вот такой системы, после диплома и подготовки врачей, вот он институт окончил, а он должен один раз в пять лет, может один раз в пять лет, повышение квалификации, один раз в пять лет. Что такое взрывохранение один раз в пять лет? Мало. В смысле много учить. Доктор должен лечиться, учиться всю жизнь. Каждый год. Это опять не мы придумали. За рубежом. Есть больные системы. Вот немец приезжает на какую-то конференцию. Он в карманчик раз, у него такая типа карточки, да, магнитный банковый раз, он приехал на конференцию. Он уехал с конференции раз, и он за конференцию в зависимости от уровня, получает определенное количество баллов. И уровень квалификации, соответственно, растет. И он в год должен, там три, четыре или пять быть, набрать определенное количество баллов. А в конце года он должен отчитаться, где он был, что он делал, какие у него планы на следующий год, да. А государство ему еще потом компенсирует это. А вот хотел спросить, за чей счет будет проходить квалификация? В советское время это за счет, естественно, государства было, а сейчас-то как? За счет работодателя. А работодатель у нас кто? А если больница где-нибудь, извините, в далеком сибирском городе, где на мошади ездят, извините, скорая помощь, у нас есть история, когда на телеге скорая работает. А какой квалификации мы там можем говорить? А каких бы врач был? Значит, рассказываю. Это проблема, которую мы должны решать. Понимаете? Это проблема, которая может быть решена. Может быть решена. Во Франции, в Англии каждому доктору дается определенное количество денег, да, чтобы он три раза в год мог куда-то поехать. Потому что понимают. Отдыхать, а учиться? Как отдыхать? Учиться? Учиться? Нет, я сразу... Потому что понимают, чем здесь лучше, тем лучше пациентам. Понимаете? Вот мы тоже в этом плане должны переломить. Ну, конечно, в сегодняшней системе надо сочетать очные формы обучения с заочными, теле, различные формы, компьютерные какие-то программы. Это всё надо делать. Но этот весь продукт должно сделать государство. И врач не должен за него платить. Понятно. За этот продукт платить. Для него, для врача, это всё должно быть бесплатно. Это не коммунизм. Это так, как есть во всём мире. Но это надо сделать у нас. Это очень важно. Я просто думаю, что, знаете, если мы переложим оплату собственной подготовки на врачей, то тогда мы получим абсолютно неквалифицированное. Потому что у людей не будет элементарных денег. Всё логично, что этим должно заниматься всё-таки либо государство, либо компании, там, не знаю, кто в этом заинтересован. Да, да, да. Иначе как? Иначе мы тогда вообще развалимся окончательно. Вот у нас, допустим, мы говорим профилактика, профилактики осмотра. Профилактические осмотра. У нас это в стране не очень как-то популярно сейчас. Ну вот, я думаю, надо. А некоторые руководители частных различных фирм, они просто не отпускают на диспансеризацию. Куда ты пойдёшь с утра навести? Слушайте, я даже не слышала, чтобы взрослые люди диспансеризацию проходили. Вот дети, да, детей в принудительном порядке надо, не надо, раз в год загоняют. Я-то сторонник всеобщей диспансеризации. Но даже работающего населения должны проходить диспансеризации. То есть к вам, в Комсомольскую правду, должны прийти к редактору и сказать, а сколько у вас человек прошло диспансеризацию? А как же? Иначе? Потому что он должен за это отвечать. Вот ответственность руководителей организации за диспансеризацию своих, вот это надо перейти от слов к делу, она должна быть. И он должен знать, что если он не приведёт диспансеризацию своим сотрудникам, то ему за это что-то будет. Но ведь он и сам должен быть заинтересован, потому что его сотрудники будут более-менее здоровы, хотя бы будут какие-то болезни там на корню. Когда вы в последний раз пришли в диспансеризацию? Я? Вы, доктор, вы? Я недавно. Но у меня были на то причины, мне надо было проверить здоровье. Я в бесплатную, соответственно. Нет, бесплатную, честно сказать, я в бесплатную поликлинику стараюсь как-то даже лишний раз не заходить. Ну почему? Очереди огромные. Очень неудобная запись. А вы были там? У меня мама инвалид, и она регулярно там бывает, потому что ей в силу особенностей необходимо ходить. И я всё это очень хорошо знаю. И очень... А вы диспансеризацию когда пришли? Два года назад Комсомольская правда устраивала диспансеризацию для своих сотрудников. Мы проходили. А вы что, вы не работали тогда? Я ещё не проходила, нет. Я чуть пораньше здесь начала работать, но у нас есть... А почему вы проходили, а она не проходила? Я ещё не работала. Ещё, наверное, да. Нет, я позже пришла, но... Здесь, понимаете, два года назад тоже это... Да? Здесь должен быть какой-то график. Ну, конечно, каждый год. И должны следить за этим. Это очень важно. Леонид Михайлович, а можно вот такой вопрос беспокоить? Общалась я с врачами, очень много общаюсь с врачами, и они говорят, что самые главные враги современной медицины даже не сидят где-то вверху, а это главврачи. Главврачи, которые превратились в менеджеров, которые не столько занимаются лечением, сколько занимаются во многих больницах именно заколачиванием денег. А я ещё раз напоминаю, что Леонид Михайлович Рошалин на студии, чтобы, может быть, кто присоединился, не понял, что, как и почему. Вот как вы относитесь к такому мнению? Вот там зарплаты забирают, лечить не дают. Это знаете ОБС, что такое? Нет. И вы не знаете, что такое ОБС? И я не знаю. Это одна баба сказала. А, ОБС, я думала, УБС сначала. Нет, ОБС. ОБС, да? Одна баба сказала. Это где-то чего-то. Во-первых, я директор института, я как главный врач. То, как вы работаете, мы знаем. Нет, минуточку. Таких, как я, когда я говорю, тысячи. Абсолютно. Главный врач, он обязан заниматься, смотреть, как у него лечебная работа идёт. Если он действующий доктор, и принимать участие в консилии, мы оперировать, и всё-таки, главные врачи есть у нас. Главный врач должен смотреть за порядком, хозяйственным порядком. Главный врач должен смотреть за бухгалтерией, чтобы было денег достаточно, чтобы заплатить из этих денег врачам, санитаркам и так далее, нищую заработную плату. Это всё из него. За санэпидстанцию, за санитарное состояние, за бельёж, за электричество, за всё. Он за всё отвечает. Он за всё отвечает. Работать главным врачом и сегодня становится сложнее, чем было раньше. Вот у нас были 90-е годы. Не ужасные годы были, 90-е. Кошмарные совершенно. Когда вообще денег совершенно не было. Зарплата не платили. Минимальная. И, интересно, вообще врачи приходили на работу, одевали халаты, всё равно шли работать. Говорит, у нас там духовность пропала в России, всё ничего не пропало. Ничего не пропало. И главные врачи на своей шкуре вытащили здравоохранение 90-х годов, когда этих менеджеров не было и бухгалтеров не было. Они у них были в подчинении. Они вытащили. И говорят, что вот они ничего не соображают. Да нормальный главный врач любого экономиста за это самое. Для того, что им ставят план, врачам конкретно, сколько они должны заработать за месяц? Исходя из этого плана, идёт зарплата. Нет, 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 нет. Вообще в системе ОМС, вот я работаю в системе ОМС. Это идеально таким образом. Сколько я пролечу больных, столько я получу денег. Я пролечу 100 больных, я получу за 100 больных. Я 1000 за 1000. А за 2000 за 2000. Если я пролечу 100, и мне заплатят за эти 100, ну, зависит от какой болезни, более сложная, более тяжёлая болезнь, да? И в зависимости от длительности пребывания там и так далее. Но я боюсь, что имеется в виду, тут платная медицина. Не то, что идёт по страховым улицам, а то, что с тебя сверху тянут. В частности, это в онкологии такое происходит. Но я думаю, что у нас есть статья Конституции 41-я. За вымогательство? 41-я. Нет. Статья, в которой написано, что в государствах и муниципальных учреждениях помощь оказывается бесплатной. Ну, кстати, если где-то берут, то нарушают Конституцию. Или то, о чём мы с вами говорили, мы чётко не знаем, за что платить, за что не платить. Вот если это будет написано в законе, когда вы приходите в какую-то больницу, ложитесь, а там говорят, а знаешь, вот для того, чтобы сделать УЗИ, да, вам, если вы легли в больницу, надо заплатить, извините. Вот то, что я должна платить, а за это вы должны платить. Понимаете? Надо жить с открытыми такими глазами. И знаете что, хотелось бы, чтобы было всё просто и понятно для обычных людей. Вот просто элементарно, чтобы там люди, которым не 30 лет, вот как нам, да, мы молодые, может быть, ещё там соображаем, но есть люди более старшего поколения, которые находятся в более уязвимом положении, они привыкли жить по старинке, они дико боятся врачей, они приходят, дорогая, какой тебе нужно подарок дать или ещё что-то, да, конечно, им нужно всё объяснить, чтобы они тоже понимали. И всё-таки внесение поправок, оно в этот вот наш новый будущий закон позволит так поделить? Вот то, что вы внесли, то, что ваши коллеги внесли. Да, я думаю, вот нам дали два месяца работы, я думаю, мы будем продолжать работать интенсивно, и мы должны довести, довести этот закон до ума. Но надежда на то, что всё-таки это удастся, она есть сейчас, тем более после последних событий. Да, я вообще оптимист. Мы тоже. Хотя один момент был довольно сложный. Может, вопросы у кого-нибудь есть? У нас просто минутка осталась, мы сейчас уже пытаемся как-то подытожить. А можно мне спросить, вот Леон Михайлович, чем закончилась эта история с подкидышем возле вашей больницы, когда женщину привезли, она имитировала инсульт. Вы собирались подавать в суд, разбираться, и как-то это всё сошло на нет. Да нет, нет, нет. Просто потом мы получили извинения. Да? Вы узнали, кто это был? А кто это был? Я это был. Шутка. И пусть эти люди, пусть это остаётся на их совести, и живут они как хотят. Это на самом деле, конечно, неприятная ситуация, но более неприятная будет, если этот закон протащат. Я просто другого слова, честно говоря, не нахожу, потому что пытаются протащить изо всех сил. Но, тем не менее, у нас есть такие замечательные неравнодушные люди, как Леонид Рошаль, и, в общем, за вами стоит ещё огромное количество. Абсолютно. Ну, просто, понимаете, вы как бы были таким, во главе стояли. Ну, и знаете, Народный фронт работает. Вот как бы мы ни относились, и как бы некоторые там не кривили носик, всё нормально работает. Поэтому я ещё раз благодарю президента Национальной медицинской палаты Леонида Михайловича Рошаль за то, что он пришёл к нам в студию. Александра Кучук была в студии. Ну, и мы будем следить за тем, как развивается вообще ситуация с законом. В сентябре мы к этой ситуации ещё вернёмся, и вы к нам придёте в студию. Хорошо? Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Картина дня продолжится. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует.